Коллегия этого года существенно отличалась от всех предыдущих. На ней присутствовали не только работники культуры, но и главы муниципалитетов. 2020 год не только внес коррективы в работу сферы, основной принцип которой массовость, но и во многом поменял сам формат работы. Музеи открылись в мае месяце, а вот театрально-концертные организации заработали с небольшой загрузкой зрительных залов только в сентябре. Отрасль сильно пострадала во время пандемии, в том числе и финансово. Ведь все концерты и мероприятия ушли в онлайн и проводились бесплатно. А здания, работники и оборудование все равно требовали финансовых вложений. Потому что выпадающие доходы отрасли были очень впечатляющими, но мы не сорвали ни одного проекта, ни по укреплению материальной технической базы, ни по выплатам заработной платы работников. В этом году продолжится обновление материально-технической базы учреждений культуры. В губернаторскую школу искусств, к примеру, уже завезли часть новеньких пианино и духовых инструментов. В своей очереди ждут рояль и ударная установка. В ближайшую неделю 25 школ искусств по области получат еще 26 новых пианино. Не могу не сказать, что и в 20-м, и в 21-м, и в 22-м году эта работа продолжается. Еще порядка 8 школ искусств в 21-м году получат эти инструменты похожие, хорошего отечественного производства. Поэтому стоит только порадоваться, что дети будут играть на новых, классных, звуковых инструментах. В целом, как признались участники коллегии, 2020-й научил их работать в режиме онлайн. Однако по большим фестивалям и мероприятиям соскучились все. Кроме того, за год построено два дома культуры, 12 отремонтировано. Капитально отремонтировали театр кукол имени Леонтьевой. Продолжается ремонт Ленинского мемориала и дома культуры УАЗ. Прошедший год заставил вплотную заняться оцифровкой всей отрасли. И на сегодняшний день в этом плане отрасль полностью отвечает всем современным требованиям. Павел Половов, Артем Куранов, Владимир Куликов, Улправда ТВ.